Матери детей с особым развитием своими силами открыли реабилитационный центр в Петропавловске. ДЦП, аутизм, синдром Дауна, опорно-двигательные нарушения – не приговор. В этом уверены семь сильных духом женщин, детям которых однажды поставили страшный диагноз. Борьба за лучшее будущее своих детей уже дает свои результаты. Но без помощи не обойтись. Подробности в сюжете Анастасии Кузнецовой. Аиши Тулеген два года восемь месяцев. На лице нисходит улыбка, заинтересованная и бойко выполняет упражнения вместе с инструктором. Но на самом деле каждый отрыв от пола для нее – это новая победа. Моей дочери поставили диагноз гидроцефалия. У нее эпилепсия и атрофия зрительного нерва, поражение глаз. Я возила дочь в несколько городов и даже за границу на реабилитацию. К сожалению, в нашем городе залов и центров для детей с ограниченными возможностями практически нет. Поэтому мы должны были сделать все возможное, чтобы открыть этот зал. Для ребенка с особенностями развития каждый день – это борьба за светлое, а главное – здоровое будущее. Чтобы не потерять, а приумножить достижения дорогостоящих реабилитаций, необходима ежедневная работа на месте. Поездки в реабилитационные центры других городов и стран отнимают много сил и времени, как у родителей, так и у их чад. А здесь каждая минута на весь золото. Поэтому группа из семи матерей объединила свои силы и самостоятельно открыла реабилитационный зал. Та реабилитация, которая в нашем городе есть, она направлена на более здоровых деток. То есть для наших детей это очень слабая реабилитация. И она нам дается раз в полгода. Нашим детям нужно занятия беспрерывные. На содержание центра у матерей уходит около 300 тысяч тенге. В эту сумму входят оплаты за аренду зала, проезд, проживание и питание, квалифицированного специалиста из другого города. Занимается инструктор с ребенком 10 дней по 40 минут. Одно такое занятие стоит 4000 тенге. Мы открыли зал для реабилитации детей с опорно-двигательными нарушениями, с детками ДЦП, с болезнями аутизмом, с синдромом дауна. Зал работает с января этого года. Месяц занятий уже дает свои результаты. Отважные и счастливые мамы наблюдают, как их чадо изо дня в день показывают свои достижения. У меня ребенок Артем, 6,5 лет. У нас спастическая диплегия, тетрапорез. Мы ездили в РДРЦ один раз. Нас всего пригласили за 6,5 лет. Хотя положено два раза в год. По истечению длительной реабилитации мы начали сидеть. У нас уменьшилась спастика, мы стали опускать ноги. Сейчас после месяца занятий здесь у нас у ребенка появилась опора на руки. У нас все силы брошены сюда, на поднятие ребенка, чтобы мы хотим социализировать их, приблизить к здоровому обществу. Борьба за лучшее будущее своих детей дает свои плоды. Но инициативные мамы признаются, без помощи здесь не обойтись. Финансовые затраты на аренду зала и специалистов огромны. Кроме того, в центр требуется инвентарь. Поэтому родители надеются, что на них обратят внимание спонсоры и местная исполнительная власть. Если проблему решат в 2022 году, объявленном президентом годом ребенка, для десятков детей и их родителей откроется дверь в лучшее будущее.